Министерство обороны всё привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом. Мы, безусловно, не должны ставить людей в какое-то ложное положение. Во-первых, все, кто бы ни был, и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должны полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении. Но для этого, конечно, нужно внести соответствующие изменения в закон. Сейчас над этим работают, но, насколько я знаю, Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу. В зоне специальной военной операции. Но только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее. А если там есть некоторые нюансы, я сейчас не буду выдаваться в детали, можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счёту, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближается только частная охранная структура. Но и то там много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать. Значит, первое, итак, первое, что нужно сделать, заключить контракты со всеми добровольными объединениями. Иначе социальные гарантии со стороны государства не возникают. И второе, нужно внести некоторые изменения в закон. И то, и другое будет сделано.